Всем привет, дорогие друзья! С вами Антон Белюк и у меня к вам снова срочное обращение по ситуации в Украине. Дело в том, что, к сожалению, братоубийственная война набирает и набирает обороты. И вот-вот, скорее всего, 99% будет объявлена всеобщая мобилизация, как в России, так и в Беларуси, если уже не объявлена. Соответственно, также будет введено состояние военного положения, в первую очередь в России. И если это будет сделано, то вы уже не сможете никуда выехать, я имею ввиду военно-обязанных и людей призывного возраста. Вас будут заставлять силой идти на братоубийственную войну, угрожая расстрелом. Потому что именно такая мера может применяться к тем, кто уклоняется от призыва в военное время. А военное время вот-вот будет объявлено, по моим данным и по моим источникам. Поэтому пока не поздно. Если у вас есть еще хоть какой-то шанс выехать из России или Беларуси, сейчас я опять же обращаюсь к людям призывного возраста, мужского пола, то делайте это. К примеру, можете поехать в Польшу, к примеру просто говорю. Здесь принимают беженство не только с Украины, но и те, кто не хочет воевать. У нас здесь есть работа для вас, потому что у меня свое агентство по трудоустройству в Польше, и мы сможем помочь вам здесь обосноваться и нормально жить, не выполняя преступные приказы своих правителей, если можно так сказать, Лукашенко и Путина, которые являются без привлечения международными военными преступниками. Наши контакты находятся в описании к этому видео, также и в первом закрепленном комментарии. Там номера наших рекрутеров и координаторов. Обращайтесь по поводу работы в Польше к ним. Пишите, звоните, и они обязательно ответят вам в будние дни в рабочее время. И сделают для вас все, что смогут, для того, чтобы вам получилось уехать из таких стран, как Россия и Беларусь, и не выполнять преступные приказы, идя на братоубийственную войну. Вчера я был на границе с Украиной, забирал девушку оттуда с ребенком. Она убегала от войны из Киева с полуторагодовалой дочкой. Это лучшая подруга моей жены. Я видел, что творится. Я видел, сколько техники поставляется различной. Целые колонны вооружения новейшего едут в Украину на помощь украинским войскам. Вас там ждет смерть, поверьте, если вы пойдете туда. Вы умрете, и вас здоровят, как собак в общих могилах, в братских могилах, так сказать. Вас здоровят, как военных преступников, которые пошли воевать против украинского народа. Не верите мне? Проходите и подписывайтесь на мой канал в телеграме, ссылка в описании. Там я публикую только достоверные факты о том, что происходит в Украине на самом деле. И самая свежая, актуальная новость о том, что там происходит. Делитесь этими новостями со всем, с кем только можно делиться. Дабы открыть как можно быстрее людям глаза на все происходящее. Ведь в России и Беларуси, как показали независимые опросы, а в первую очередь в России, народ, к сожалению, абсолютно зазомбирован путиновской пропагандой, которая говорит о том, что это какие-то там украинские националисты. Стреляют по жилым давам, уничтожают детские сады, школы, бомбят вокзалы в Украине. Нет, на самом деле это делает российская армия. Так же, как она делала все 8 лет на Донбассе. Бомбит мирных людей, говоря, что это делали какие-то там националисты с Украины. Либо скидывает это на украинскую армию. Это их подлая тактика, за которую им рано или поздно воздастся. И рано или поздно все карты откроются. Но для вас, уважаемые граждане России и Беларуси, которые поддерживают все это маркобесие, на тот момент будет уже поздно. Вас приравняют к таким же преступникам, как тех, кто скидывает бомбы на головы мирных граждан Украины. По независимым опросам, около 66% россиян поддерживают войну в Украине. Поддерживайте дальше. Но когда придет беда в ваш дом, а она придет, если все так продолжится, то вас уже никто не поддержит. Подписывайтесь на этот канал, делитесь ссылками на это видео с друзьями, поддерживайте лайками, пишите комментарии. Всем добра. Еще раз призываю. Давайте попробуем вместе остановить это безумие. Пока.